Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет с вами Калаба. Но Калаба не простая, а очень с предысторией. Итак, мы сегодня будем общаться с Иваном Руденко. А кто это, я вам сейчас расскажу. История крайне запутанная и непростая. Итак, мы сейчас открываем наше вечернее пиво. У нас закатное время. И включаем компьютер и начинаем звонить другу. Ваня, привет! На связи Панама. А я знаю, что ты находишься на Гавайях. Но давай я тебя немножечко представлю нашим ребятам, которые смотрят наш канал. Итак, на днях мне написал Иван о том, что он собирается покупать лодку. И ему нужна небольшая консультация. Но так как вы понимаете, у меня таких вопросов достаточно много, то мы начали переписку. Естественно, моя задача, я по мере возможностей стараюсь людям помогать. Но оказалось, что у нас настолько много общего. Мы жили в Киеве до 2013 года, когда я уехал и начал свою, извините, солнце светит, хоть и закат. Начал свою кругосветку. А в 2013 году Ваня уехал и стал жить в Соединенных Штатах Америки. И ведет свой канал. И у него достаточно большой канал, около 200 тысяч подписчиков. И он рассказывает о жизни в Штатах, о службе в армии Соединенных Штатов и много-много другой информации. И так как мы жили с ним в одном доме много лет, мы это выяснили буквально в переписке. И хоть мы и не общались тесно, но он вспомнил мое лицо, а я вспомнил его лицо. И это так удивительно, друзья. Представьте, с 2013 года прошло уже почти 10 лет. Мы не виделись, не знали друг друга на протяжении всего этого времени. Мы находимся на двух разных точках планеты. Я нахожусь в Панаме, он находится на Гавайях. Хотя мы оба жили в одном месте, в одно время и в одном доме. То есть мы жили просто на разных этажах. Это вообще, это такое уникальное совпадение. Я просто, если честно, офигел. Но я думаю, что сейчас Ваня, наверное, расскажет немножечко о себе, потому что я вам его представил. И для меня это очень прикольная возможность выпить баночку пива с человеком. Но у меня вечер, а если кому-то вечер, кому-то середина рабочего дня, я не знаю, получится ли у Вани открыть бутылочку пива в середине рабочего дня. Это еще может быть до обедней период времени. Короче, Ваня, тебе слово. Добрый день, уважаемые подписчики и гости наших каналов. В данной ситуации хочу кратко представиться. Меня зовут Руденко Иван. Я на данный момент проживаю на острове Оаху. Это штат Гавайи. Конкретно наш небольшой городок называется Эва-Бич. Классное и интересное место. Попал сюда на самом деле чисто случайно. В свое время я проходил службу в американской армии. И последнее распределение, приказ на прохождение службы, я попал конкретно на наш замечательный остров, в 25-ю пехотную дивизию. Собственно, так мы тут и оказались семьей. После того, как служба закончилась, мы приняли решение не переезжать на материковую часть, потому что нам очень нравится этот штат. Нравятся горы, океан, шикарные пляжи. Про Гавайи могу говорить очень много, но сегодня немножко не об этом. С Сергеем исторически так сложилось, что мы жили в одном доме. Я даже специально хочу вам показать, как выглядел этот дом. В 2013 году мы жили в одном подъезде на разных этажах. И когда мы с супругой начали присматривать нам яхту, залезли в интернет, естественно, начали искать в ютубе какие-то обзоры. Я просто балдел от того, что может быть такое вот совпадение. Итак, вкратце познакомились, как у нас встал вопрос и почему мы начали поднимать тематику покупки яхты. Потому что штат Гавайи состоит из 8 очень красивых разнообразных островов. И недвижимость тут просто колоссально дорогая. Очень дорогая. То есть на данный момент средняя цена дома на 3 комнаты стоит порядка миллиона долларов. И мы долго не могли найти место. Последние где-то месяца 8-10 мы ищем место, где купить дом. В конечном итоге нашли дом адекватный по цене. Там в районе 800 тысяч долларов. И мы хотим его брать, потому что там очень классные школы. И Валерию очень нравится. Но мне не нравится тот образ жизни, который складывается вокруг этого дома. Я хотел жить на другой части острова, где высокие горы, rainforest и все такие моменты. И, собственно, яхта оказалась идеальным решением нашей проблемы. Во-первых, я могу перемещаться в любую сторону по периметру. У нас есть много Marines. И мы можем делать стейшн в том или ином месте. Это очень круто. Менять локацию, по сути дела, своей двухкомнатной квартиры. Тебе не обязательно для этого привязываться к какому-то конкретному месту. Это было просто идеально. Иметь свою дачу на ходу в условиях, что ты живешь на островах. Это было идеальное решение. Поэтому, собственно, моя супруга меня поддержала. Я поддержал ее в выборе того дома, о котором она мечтала. Но мне не нравится эта местность. При этом теперь у нас четко стоит план, мечта конкретно покупать яхту. Когда что. Это вопрос второстепенный. Потому что на данный момент нужно пройти еще много курсов обучения. У нас недостаточно опыта. И вот тут как раз выстрелил Сергей с... Уникальная история. Еще раз говорю. Мы жили в одном подъезде долгое время. И спустя многие годы просто потерялись. И благодаря Ютубу нашлись обратно. Итак, если, Сергей, ты не против, у меня к тебе есть ряд вопросов. Я много видеороликов смотрел на твоем канале. Однако, я думаю, это будут те вопросы, которые задаю тебе постоянно. Потом будешь просто ссылку кидать на этот видеоролик. Потому что тут самые распространенные вопросы, которые могут возникать у людей, которые начинают только входить в мир я. Ну давай, задавай свои вопросы. Вали меня, я буду пытаться отвечать. Ну и все, что мы с тобой общаемся, мы, конечно же, покажем людям, которые нас смотрят. Те люди, которые тебя не знают, я всю жизнь знал тебя как человека, связанного всей душой и сердцем с мотоспортом. Тебя не снимали с мотоцикла. Я свой мотоцикл обслуживал там же, где и ты свои мотоциклы обслуживал. Это была вообще отдельная тематика. Никто тебя не знал как Герман среди моего круга общения. Все время это был ДИС. Все знали тебя как человека, связанного с мотоспортом. И вот ты меняешь свой образ жизни, целиком и полностью уходя от мотоспорта и уходя в океан, в кругосветку. Как это произошло? Как ты пришел к такому решению? Почему? Слушай, ну здесь все на самом деле просто. У меня яхтинг, это была моя мечта. На протяжении 10 лет я к этому готовился. У меня была мысль, я хотел жить на лодке, я хотел сделать кругосветку. И все, что я работал, все, что я делал, у меня имело такой прямо вектор. Если не можешь бежать, иди. Если не можешь идти, ложись и лежи по направлению к своей цели. На протяжении 10 лет я готовился, я делал все возможное для того, чтобы переехать на лодку. И вот тогда, в 2013 году, я плавно переехал. Я провел сезон на лодке. И в 2014 я уже переехал полноценно и уже начал свое путешествие. Я напоминаю, что для тех, кто меня смотрит, тут все понятно. Но для тех, кто смотрит Ивана, это наша вторая кругосветка. У меня за плечами уже больше 100 тысяч миль. И мы путешествуем с женой, с Диной, с которой мы познакомились в Таиланде. В Тиндере, между прочим. И решили вместе путешествовать. И вот с Таиланда мы путешествуем вдвоем. И осталось у нас перейти в Пасифик. И Дина закончит свою кругосветку. А моя кругосветка была полностью закончена в Алтее, в Испании. И с того времени мы уже как бы идем мою вторую, а Дина продолжает свою первую. Сергей, я бы хотел тебя попросить сказать несколько слов о твоей лодке. Почему? Потому что благодаря обзору именно на твою лодку, я на тебя и вышел спустя столько лет. Очень интересный представитель своего класса. Поэтому мне кажется, несколько минут можно потратить именно на обзор твоей лодки. Что это такое? С чем ее идут? Почему именно ее ты выбрал? Моя лодка это Benito Oceanis 45 футов. Я ее брал новую на верфи. Я ее брал новую на верфи. И мне ее готовили под мои спецификации. Потому что мне нужна была офшорная лодка. И я знал, что мне нужна изначально. Потому что к моменту приобретения у меня уже был яхтенный опыт. И я заказал те опции, которые мне нужны. И получил ее в Перпиньяне. И первый год сейлил в Средиземке. Потому что у всех новых лодок есть достаточно большое количество косяков. Которые верфи исправляют по гарантии. И купить лодку и сразу на ней уехать в кругосветку. Это не очень дальновидно. Поэтому первый год я путешествовал в Средиземке. И отлавливал всех блох, которые на моей лодочке вылазили. Следующий вопрос абсолютно логичный для любого мужика. Жизнь на лодке это стоит денег. Давай поговорим немножко о бабках. Я знаю, это очень тематика такая разносторонняя. Я посмотрел твой видеоролик относительно сколько стоит жизнь на лодке. А у меня осталась масса вопросов. Которые мы, наверное, с тобой обсудим за пределами этого видео. Потому что образ жизни у каждого разный. И все же, что бы ты хотел сказать и можешь сказать относительно бюджета этого мероприятия. Сколько бабок надо, чтобы жить на лодке? Здесь достаточно сложный вопрос. У меня на данный момент нет четкой информации, сколько ежемесячно мы тратим. Связано это с тем, что в каждом регионе, где ты находишься, разная стоимость жизни. Где-то это дорого, где-то это дешево. Но тут даже нет среднего. Потому что если вы находитесь дольше в дорогом регионе, вы, естественно, платите больше. Если вы находитесь в дешевом регионе, дольше решили постоять. Это существенно экономит время. У меня был на канале ролик. Ваня его у себя покажет. Мои зрители видели. Есть ценообразование. Сколько это стоит вообще для того, чтобы понять, во сколько это обходится. Поэтому, если не лень, посмотрите этот ролик. Я думаю, что он ответит на очень многие вопросы. У меня на канале время от времени я касаюсь тематики иммиграции. Многие ребята планируют и хотят переехать в Соединенные Штаты. На эту тему я как бы немножко на зубы уже съел. Знаю иммиграционных адвокатов. В свое время потратил кучу бабок для того, чтобы они отвечали на мои вопросы. На данный момент по штатам, по иммиграции я как бы уже осведомлен. Мне интересно, с каким паспортом ты путешествуешь? Как вопросы иммиграционного характера решаются? В каких странах проблемы, не проблемы? И вообще, если не ошибаюсь, ты на данный момент гражданин Украины. И что из себя представляет украинский паспорт для яхтсмена? Комфортно это или не комфортно? Пару слов непосредственно иммиграционного вопроса, как гражданину Украину, можно ли с украинским паспортом путешествовать по всему миру? Я хожу с украинским паспортом. Когда ты находишься в регионах, которые разбросаны по миру, на самом деле паспорт, он не имеет такого большого значения. Потому что в большинстве стран, где бы ты ни находился, по любому паспорту ты можешь туда заходить. Сейчас с украинским паспортом путешествовать стало намного проще. Буквально пару недель назад французское правительство подписало наконец-то закон, по которому на французские от Ромер территории или заморские территории с украинским паспортом можно находиться, можно уже приезжать. До этого это был единственный геморройный косяк. А так как у меня американская виза есть, а для украинских паспортов в Европе без виз, то это реально делает жизнь проще. А если нужно путешествовать по всему миру, туда, где, например, в Азию или в Тихом океане, там нигде, конечно, виз не надо, ты просто приходишь и просто живешь. Поэтому, в принципе, те же Карибы, например, тоже практически везде без виз. Да вообще, наверное, весь мир достаточно гибко и достаточно лояльно относится к всем паспортам. Есть просто воспаление очаги цивилизации, такие как Соединенные Штаты, такие как Европа. И с разными паспортами там разные условия. А в принципе, во всем мире паспорт это не такое большое влияние на возможность перемещения. Следующий вопрос напрашивается сам по себе. Ты ходишь с украинским паспортом, но не под украинским флагом. Почему? Каким образом так сложилось? И под каким флагом ты ходишь на данный момент? Наша лодка находится под флагом Доминики. Это остров в Карибском регионе. Простое оформление. Вы просто заполняете бумаги, оплачиваете таксу, получаете все документы. До этого мы ходили под флагом Сьерра-Леоне, потому что такое предложили мне при оформлении. Почему я не оформлял лодку в Украине? Ну, наверное, потому что нужно заплатить достаточно большие налоги. А если я в Украине не собираюсь ходить, это по аналогии. Например, вы приехали в Соединенные Штаты Америки. И вы покупаете там машину. Она же не должна быть под украинской регистрацией или под какой-то другой. То есть вы ее регистрируете там, где вы находитесь. Если вы не въезжаете на этой машине на территорию страны, где вы живете, то вам не нужно иметь локальные номера до тех пор, пока вы не захотите яхтить в пределах своей страны. Так же и у нас. То есть мы оформили лодку там, где это удобно, а флаги, в принципе, ни на что не влияют. То есть это просто регистрация лодки где-то, где угодно, где вам удобно, в зависимости от региона. Например, если бы я ходил на Карибах, где мы сейчас находимся, то вот у нас лодка под карибской регистрацией. Если бы я ходил в Европе, наверное, стоило бы подумать о том, чтобы лодка была под европейской регистрацией, соответственно, платить локальные тексис, налоги, потому что тогда лодка может не выезжать. Но там много есть нюансов, много деталей. Мы находимся под флагом Доминики, потому что это простое оформление. Заплатил деньги, получил документы, все, ходишь. Слушай, теперь такой подкожный, тошнотворный вопрос. Я в свое время думал, что приобретение яхты самый сложный момент будет именно бабки. Но когда я начал общаться с супругой на тему приобретения яхты, у нее возник всего лишь один вопрос. Всего лишь один. Она ее вообще не интересует, где мы деньги будем на это брать. Ее интересует только ей вопрос. Как бороться с тошнотой? Мы несколько раз выходили на яхте, был абсолютно практически штиль, ее тошнит. Как с этим можно бороться? Потому что для многих людей, у которых даже есть деньги на приобретение яхты, они выходят на яхте на 8-10 часов, говорят, не, ребята, разворачиваемся, не моя тема, и уходят. Как вы боролись с тошнотой? Есть ли какое-то чудо зелья? Я не знаю. Как с этим бороться? Конкретно вопрос от Валерия Николаевна. Да никак не бороться, рыгаешь себе просто и все. На самом деле, где-то нужно несколько дней, чтобы привыкнуть к качке. Неделю после недели ты уже полноценный прямо там и поехал. А через две недели ты уже вообще не замечаешь, ты полноценно функционируешь, читаешь книжки, занимаешься какой-то мелкой моторикой, то, от чего обычно укачивает сразу. Поэтому не переживайте, морская болезнь, та, которая не лечится, обычно ни у кого не бывает. Пару дней порыгали, потом привыкли, еще немножечко привыкли, и потом вы полноценно можете жить, не обращая внимания на качку. Она у вас уже просто не вызывает никаких эмоций. Я со своей женой познакомился в Тае. Она кайтсерф инструктор, и она занимается активными видами спорта. Поэтому у нее и вестибулярка, и отношение к яхтингу готовое. Скажем, мои бывшие отношения мне очень тяжело себе представить на лодке, потому что они требовали и другого городского подхода. А с Диной у нас получается все-таки путешествовать на одной волне. Она прекрасно переносит качку, она является инструктором по яхтингу. Поэтому для нее это такой же кайф, как и любой активный вид отдыха. И когда ты выходишь после ночной спячки, когда ты отдыхаешь после вахты, и ты смотришь, лодка такая наваливает, Дина рулит прямо, эта лодка херячет со скоростью 10 узлов. Я говорю, может подрифовать, паруса убрать. Она такая, да нет, быстрее доедем, клево же, идем, зачем? То есть она в этом плане на одной волне. Но если человеку это не нравится, это будет, конечно, кошмар. То есть если человек на одной волне, ему нравится яхтинг, ему нравится вот эта вот вся жизнь и со всеми ее лимитами и ограничениями, тогда все будет хорошо. Если человеку это не нравится, ничем не помочь. Sorry, друг. У нас с тобой два очень таких, на самом деле, позитивных канала, много полезной, интересной информации, и информативной, и просто лайфстайл. И в то же время, какие страны, в твоем понимании, самые сложные для посещения на яхте? Где у тебя возникали, возможно, проблемы с таможней? Любые моменты, связанные с негативом, в определенных странах, где было сложно? Чтобы я в своем списке тоже их пометил и обходил стороной. Ну, я считаю, что самое сложное оформление, это все-таки арабские страны, потому что там другая ментальность, хочется получить все деньги мира сразу здесь и сейчас. И для нас это был такой самый неприятный отдых, когда все пытаются у тебя там эти денюжки твои поиметь. В наших родных странах я не ходил, я не знаю, но я предпочитаю какие-то регионы, в которых это действительно просто, легко, а не там, где это нужно делать с огромным геморроем. Слушай, такой момент, я думаю, это будет интересно больше твоим подписчикам, да и моим подписчикам тоже будет интересно. Ты уже несколько лет, больше там трех или пять, года три или пять, если я не ошибаюсь, ты ходишь, отсюда вопрос, не возникали мысли, где-то кинуть якорь? Я тоже очень много попутешествовал в свое время, и когда мы попали на Гавайи, когда служба закончилась, мы приняли решение, что да, это наше место, больше уже не хочется рыпаться, никуда не хочется дергаться, тут все обалденно, нас все устраивает. Мы нашли, географически мы себя нашли, тут кинули якоря. Есть ли у вас такое место, и если не секрет, может поделиться этой информацией, очень интересно. Нам с Диной очень нравится Азия, и наверное где-то вот Таиланд, может быть там куда-нибудь выше, может быть Филиппины, где-то вот в этом регионе мы хотели бы осесть, потому что она закончит свою кругосветку, у меня уже моя сделана, и все что мы хотели бы, это место, где можно было бы селить, где можно было бы удобно и комфортно жить на лодке, ну вот наверное все-таки эти регионы для нас являются более предпочтительными. А если например говорить о зарабатывании денег, наверное Соединенные Штаты Америки для меня являются, ну вот ментально мне удобнее, я понимаю этот менталитет, и с точки зрения заработка, наверное Соединенные Штаты, типа Нью-Йорка, это мое. Вопрос больше от молодежи, это вопрос моего сына, если у Валерии Николаевны интересовал вопрос по поводу тошноты, то у моих детей больше интересовал вопрос, папа, а есть ли на яхте интернет? Мне кажется это очень интересная тематика, на фоне того, что многие айтишники сейчас из Сан-Франциска, из Калифорнии переезжают к нам на Гавайи, есть люди, я смотрю все больше и больше людей, каналов интересных открывается, и русскоязычных, и англоязычных сейчас, и испанцы, в общем очень многие ринулись на яхтах куда-то путешествовать. Интернет это то, что является непосредственной частью жизни современного человека, как вопрос с интернетом решается в океане. Слушай, на данный момент интернета вообще нет, есть такой геморройный интернет, как в 90-х, Dialab 2400, я не шучу, я абсолютно серьезно, когда ты можешь там погодный файл на 30 килобайт вытаскивать там полчаса, короче, пока на данный момент никаких возможностей нет. Я надеюсь, что на лодках будет работать интернет Илона Маска, Starlink, и если он запустится, мы будем делать стримы из Тихого океана. Мы ждем, заявку подали, ожидаем, когда это будет работать где-то за пределами фиксированных регионов, потому что на данный момент это работает только в том месте, где вы живете и где вы купили и поставили тарелку. Я смотрел несколько твоих видеороликов, где у вас действительно были проблемы, не всегда все проходит гладко, потому что жизнь на яхте это adventure, это вот такое огромное интересное путешествие с многогранной, где есть положительные отрицательные какие-то впечатления. Из твоего опыта, что вот это, ты помнишь, день Икс, самый тяжелый день, когда, ё-моё, хочется забыть о нем, но он снится в страшных снах. Ну, не день, а у нас был прямо большой период, мы когда шли со Шри-Ланки на Маврикии, у нас поломался автопилот и 1560 миль, это две недели мы с Диной должны были рулить вдвоем руками, это значит два часа она, два часа я, без сна, а когда ты практически без сна, когда ты не на вахте, ты готовишь еду, там помогаешь с парусами и у тебя такие микросны и тебя там чуть-чуть подглючивает уже, потому что компьютер перегружен и очень тяжело. На самом деле, наверное, это один из самых тяжелых переходов и Индийский океан это просто жесть, жутчайшая. Волны по 4 метра с трех сторон как просто в стиральной машинке тебя болтает, наша лодка пришла полностью угандонена, паруса рваные, мотор не работает, затолкнули на Маврикии лодку тузиком и уже чинили его прямо там и мы были настолько в плохом состоянии, когда к нам таможня пришла с оформлением, сказали, ого, отдыхайте, мы завтра придем. То есть, вот такая вот история, наверное, самая тяжелая. Вы видите, я потемнел, у нас солнышко зашло за гору, закат, прекрасное время, поэтому Мэй Шамарефу, как говорят у нас в Кении. Вопрос у меня возник после просмотра, сейчас абсолютно, практически все время, если я смотрю YouTube, это какая-то морская тематика, группа ребят из Российской Федерации на надувном плоту совершили кругосветку. Я смотрел про их приключения, вообще просто открыв рот, обалденно, чумачечие ребята, как они под это дело подписались. Молодцы, вот герои нашего времени такие путешественники на надувном плоту, ни палубы, ничего там нет, там палатка на плоту, он надувной и они в кругосветку. Просто жесть. Очень было классно посмотреть, кто не смотрел, посмотрите в интернете. И я о чем задумался. Один из членов этой команды давал откровенное интервью, он говорил, что иногда настолько бывало скучно, одиноко и люди приедают друг другу, иногда бывает какая-то конфликтная ситуация, которую сложно разобрать. Говорит, вот я уходил за палатку, палубы нет, он просто за палатку заходил, говорит, я сидел и плакал иногда, потому что поплачу немного, развернусь, хотя здоровый, крепкий мужик и ухожу. Настолько было тяжело морально, ментально. Другие говорили, что порой бывает скучно, потому что, хотя я не знаю, как на надувном плоту может быть скучно посреди океана, говорили, что просыпаешься океан, засыпаешь океан, просыпаешься океан, засыпаешь океан. Твои субъективные впечатления, не скучно ли на яхте, не притирается, не надоедает ли это, когда ты занимаешься постоянно как бы одним и тем же вокруг просто океан. Конечно же не скучно, потому что когда ты сейлишь, у тебя постоянно движняк, ты реально находишься постоянно в режиме перегрузки и это не простой вариант ты постоянно находишься в деле тебе нужно контролировать миллион вещей когда ты сей лишь это не то что там прямо ковыряешься пальцем в носу это прямо реально сложное мероприятие поэтому во время перехода это не так просто как кажется а вообще если говорить о яхтинге конечно он такой разнообразный как это может надо есть слышали искренне рад что тебя отлично все складывается на семейном плане когда мужик мужчину поддерживает женщина и за ним следует как нитка за иголкой на самом деле очень здорово сюда соответственно следующий вопрос ребятки какие у вас планы вообще закончится ли когда-то это движение на лодке или вы по кругосветкам будете мотаться наматывать круги по периметру экватора или же все-таки раз есть какой-то конкретный план там перспективный где-то остановиться или хотя бы локацию определить какие у вас планы вообще по жизни чем могут заниматься яхтсмены которые уже увидели много стран короткосрочные долгосрочные чем планируете заниматься слушай сейчас к видное время и очень тяжело что-то про не планировать твое здоровье мы хотим во французскую полинезию для нас французская полинезия это как раз вот то место куда мы хотели бы попасть ближайшее время мы ждем в принципе я думаю что мы вот сейчас закончим наши дела и уже будем думать как туда попасть они кстати закрылись на локдаун на две недели то есть у них увеличение количества кейсов но тем не менее регион открыт поэтому я думаю что в какое-то обозримое будущее мы все-таки туда попадем если брать долгосрок мы хотим прийти в азию там запустить нашу яхтиную школу она уже функционирует мы сейчас запускаем наш онлайн-курс а дальше мы хотим жить этим жить на лодке жить яхтингом развивать наши желания именно в данной конкретной индустрии то есть у нас большие планы и я надеюсь у нас это получится даже наверное не в долгосроке в краткосрочной перспективе когда мы перейдем тихий океан ребята наши дорогие друзья подписчики кто не подписался на наши каналы пожалуйста подписывайтесь это очень сильная мотивация для нас людей которые делают контент продолжать двигаться в правильном направлении оставляйте комментарии я своих подписчиков всегда прошу оставляйте положительный супер спасибо большая вам благодарны но очень важно слышать критику правильную конструктивную информативную критику потому что только благодаря грамотным критикам хороший критик сейчас на вес золота только благодаря сообщениям и грамотной критике можно как-то оптимизировать свой канал можно делать контент более лучше качественнее интереснее именно вы мотивируете нас и помогаете выходить на совершенно новый уровень за что отдельно огромное огромное спасибо друзья на этом у нас на сегодня все сергей спасибо тебе за твое время и я сто процентов уверен что это была не последняя беседа я искренне благодарен тебе что ты провел уже целый ряд ответов да мы возможно даже нудные не интересные вопросы но ты находишь время за это тебе огромное спасибо я всегда уважал тех ютуберов которые тратят свое личное время на других людей поверьте мне я знаю что это значит из 200 тысяч подписчиков мне приходит большое количество сообщений к сожалению нет возможности уделять и распылять себя на полностью всех но где я могу помочь я всегда помогаю серёга тебе на этом тоже спасибо ребята всего самого наилучшего будете проходить через наш архипелаг через наши острова блин будете засранцами если не сделайте хотя бы одну маленькую остановочку пожать руку на этом у меня все всех благ всего сам научу ваня был жутко рад знакомству уже более ну я не знаю это конечно онлайн но все равно это больше интерперсонально и очень вообще удивительно как складывается ситуация когда люди из одного и того же мира сталкиваются и пересекаются в одном хобби через огромное расстояние через просто континенты и океаны поэтому был очень рад с тобой познакомиться пообщаться вот в таком онлайн-режиме друзья подписывайтесь на канал наш подписывайтесь на канал ивана руденко я уверен что там очень много крутого контента а я почему-то абсолютно уверен что мы пересечёмся в ближайшее время или если не в самое ближайшее так в какой-то мор лес перспективе подписка колокол лайки пишите то что вы думаете о таких крутых совпадениях ваня обнимаю тебя и за советами обращайся жму лапу давай пока